Почему в США напряжение в сетях 110 вольт, а у нас 220 вольт? Всем известно, что в США стандарт напряжения 110 вольт частотой 60 Гц, а у нас 220 вольт частотой 50 Гц. Почему такая разница, ответ вы найдете в данном видео. Почему в США напряжение 110 вольт? Еще в 1880 году Томас Эдисон предложил и запатентовал трехпроводную электрическую сеть постоянного тока, в которой было два провода плюс 110 и минус 110 вольт и нулевой проводник. Такая сеть свободно питала лампу накаливания. Для ее работы необходимо было 100 вольт, а 10% Эдисон накинул, учитывая потери при движении тока в проводе. Со временем Джордж Швистенгаус начал применять переменный ток для бытовых потребителей. С того момента началась так называемая «война токов», в которой постоянный ток Эдисона отчаянно проигрывал. В 1898 году люди начали массово переходить на применение переменного тока. С того момента начал работать стандарт сетей в 100-127 вольт. В дом к американскому жителю приходят три провода, две фазы и ноль. Между нулем и фазой напряжение 120 вольт, для маломощных потребителей, а между фазами – 240 вольт, для мощных бойлеров, варочных панелей и обогревателей. Со временем в Европе начали использовать лампы с нитью накаливания из металла, для которой необходимо напряжение выше, чем 110 вольт. Так начали появляться сети с напряжением в 220 вольт. Потери электроэнергии в таких сетях в четверо ниже, чем в сетях 110 вольт. Почему же тогда США не перешла на 220 вольт? Ответ кроется в экономической невыгодности таких реформ. Во-первых, сеть 110-127 вольт – это возможность борьбы с импортом техники, то есть американцы в большинстве своем используют устройства своего производства. Во-вторых, поражение электрическим током при 110 вольтах гораздо слабее, чем при 220 вольтах, многое зависит от времени воздействия тока. В-третьих, переход на «новую» сеть – это затраты миллиардов долларов на перестройку подстанций и других электроустановок. Почему у нас напряжение 220 вольт? В СССР, как и в США, долгое время применялось напряжение 100-127 вольт. Однако в середине 60-х годов с увеличением количества потребителей сеть стала не справляться. Необходимо было увеличивать или сечение проводов, или напряжение в сети до 220 вольт. Экономически выгоднее стало использовать более высокое напряжение. Последующая глобальная электрификация страны привела к тому, что стандарт 220 вольт 50 герцах стал распространен во всех странах постсоветского пространства. Почему в США напряжение?